В Заинском районе состоялись обсуждения эскизного проекта парка «Молодежный». Судьбу будущего благоустройства парка решали активисты города, кто часто там бывает. Группа архитекторов представила эскизный проект парка. Нам важно именно понять, что нужно жителям города, чтобы это общественное пространство работало именно для них. Проект, кстати, является проектом на конкурс «Малые города и исторические поселения» от Минстро РФ. И вот мы боремся за грант в 70 миллионов для города Заинска. В настоящее время парк «Молодежный» ассоциируется с красивой березовой рощей, где гуляют и взрослые дети. Жители города внесли свои предложения по тому, чего им не хватает в этом парке. Мне как жителю бы хотелось, чтобы эта часть была спокойная, где можно безопасная в первую очередь и спокойная. Благодаря таким обсуждениям в нашем городе появились такие общественные пространства, как парк Фордиева, школьная гора с пляжем в Старом Заинске и буквально совершенно новый объект – это центральная площадь УДК «Энергетики». Ваше мнение очень важно для создания этого проекта. Архитекторы проанализировали данное место и, помимо прочего, предложили построить в этой зоне небольшой амфитеатр, который зимой станет местом для массового катания на коньках. Это предложение понравилось Заинцам. В этот вечер они разделились на небольшие группы и сообща дорисовывали на проектном эскизе свои предложения по недостающим элементам инфраструктуры. Сегодня заинцы собрались с группами, чтобы обсудить эскизный проект парка «Молодежный». В настоящее время парк находится в крайне неухоженном состоянии, там, в принципе, нечем заняться. Каким хотят увидеть этот парк заинцы в будущем, мы спросим у них самих. Когда этот парк будет благоустроен, хотелось бы, чтобы была хорошая детская площадка, потому что в рамках проекта «Лагерь моего двора» мы бы сделали здесь дополнительную дворовую площадку. Ну и плюс, наверное, ряд мероприятий мы теперь будем проводить именно в этом парке. Именно в зимний период мы мечтаем, чтобы была открытая ледовая площадка, где освещение хорошее, музыка, прокат, чтобы брали коньки в ледовом дворце, чтобы все было у шаговой доступности. Мы рисуем скейт-парк хоть какой-то, примерные наброски для дальнейшего развития экстремального уличного спорта, поскольку в Заинске абсолютно негде кататься и, соответственно, это направление спорта не развивается. А возле ЗАГСа мы видим, конечно, фото-зона какая-нибудь красивость. А возле детского садика все равно там нужны лавочки, как говорится, зал ожиданий, детские фигурки. Чтобы детям интересно также было приходить не только, который в этом детском садике находится, а, соответственно, в близлежащих. Возле березовой рощи мы не хотим трогать, так как она и так красиво очень смотрится возле данного парка. Вся эта работа уже второй шаг к публичным слушаниям, где группа архитекторов представит окончательный вариант по благоустройству парка молодежной. Айгуль Ярулин, Аденис Ипатов, Новости Заинска.